Собственно, атлас птиц города Москвы в участие принимали только авторы, вошли больше 60 человек. В руках Полины Полежанкиной, председателя Бюро Центрального Совета Союза Охраны Птиц, атлас птиц Москвы — это набор карт распределения каждого из встречных в Москве видов по определенной территории. Традиция создания атласов птиц в конкретных территориях зародилась в Великобритании еще в 50-е годы прошлого столетия. В настоящее время только в Европе опубликованы 72 атласа. При этом российская практика выглядит скромно. Есть еще атлас птиц города Воронежа и города Калининграда. Однако УФА может стать пятой из списка российских городов, имеющих свой атлас птиц. Проект создания атласа птиц УФЫ реализуется при информационной поддержке Регионального отделения Русского географического общества Республики Башкортостан, Союза охраны птиц России и Республиканского детского эколого-биологического центра. Всю УФУ активисты создания атласа разделили на квадраты со сторонами 2 на 2 километра. Для каждого квадрата будет приведен видовой и количественный состав встречающихся в нем птиц. Одна из задач проекта – информирование населения о птицах УФЫ и привлечение внимания общественности к проблеме сохранения пернатых. Кроме того, атлас поможет проведению экскурсий и окажет методическую помощь учителям биологии. Проект стартовал в декабре прошлого года и рассчитан на 5 лет. Кстати, принять в нем участие может любой желающий. Контакты размещены на сайте Башкирского отделения Русского географического общества. Там есть отдельный раздел, который называется «Атлас птиц города УФЫ». И там есть все наши контакты – телефоны, электронные адреса и даже соцсети. За прошедший год проделана большая работа. Участники проекта прошли с маршрутными учетами сотни километров в разных районах УФЫ. Учтены 120 видов птиц и среди них 5 занесенных в Красную книгу России – орлан-белохвост, сапсан, кулик-сорока, серый сорокопут, белая лазаревка. Многие учтенные пернаты были зафиксированы в столице впервые. Рустам Сердинов, Башкирское спутниковое телевидение.